МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире. Давай поженимся. Программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Душа компании Александр, серьезный Константин и ценитель Свобода Алексей. А невеста у нас Ирина. Давайте знакомиться. После прошлой программы у меня практически остались родители. Я надеюсь, в этот раз я реабилитируюсь. В этом мне помогут мои подруги Ольга и Гульнара. Ирина, 23 года. Ирину преследует череда любовных неудач. Первый возлюбленный брал у нее взаймы крупные суммы, второй заявил, что она слишком хороша для него, третий полюбил другую. Стюардесса объездила полмира, гордится своей красотой и самостоятельностью. Ее мужчина должен сам делать ремонт в квартире, слушать ее рассказы и дарить цветы каждую неделю. Ирина не потерпит рядом с собой жадного эгоиста. Она с удовольствием обдаст свое сердце спортивному щедрому мужчине, который умеет зарабатывать. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну мы рады, что вы к нам снова пришли. Было очень обидно, когда на прошлой программе этот смурной резальщик огурца не выбрал? Нет. В принципе, не очень было обидно, потому что, когда мы уже вышли, я не почувствовала эту искру какую-то, да, не пробежала ничего, как раньше. Поэтому было не обидно. Нет, ну ничего, такая девушка. Ну да, вполне. Миленькая. Вы для меня обращик такой хрестоматийный. Почему на одних женятся, а вот на других, на таких, как вы, красавицы, нет? Я хотела сказать то, что у меня как будто, правда, одни сплошные неудачи, потому что я сначала встречаюсь с молодыми людьми, общаюсь, все красиво, а потом стоит им только расстаться со мной, как они тут же находятся девушку и тут же женятся на ней. Ирина, хорошо, что вы об этом задумались в 23 года, а не в 43, когда уже везде опоздали, потому что бывают и такие у нас невесты. Поэтому не отчаивайтесь, жизнь только начинается в 23 года, поэтому сейчас все выясним. Смотри, она стюардесса, она будет постоянно летать и за ней будет ухаживать. Это минус, это минус больше, чем плюс, да? Ну, с одной стороны, да, борща она готовить тебе не будет. Ирусь, как вот получилось, что у вас молодой человек занял 10 тысяч и исчез? Мы с ним познакомились в социальных сетях, начали общаться, все завязалось очень быстро. И, значит, прошло где-то месяц-два, и он говорит, он купил машину, и тут начались какие-то проблемы. То есть то сначала одну сумму нужно дать, там, колеса, что-то, то с дверью не так, то еще что-то. Естественно, человек мне нравится, я готова ему помогать, я найду любые деньги, я заработаю, я, естественно, дам. Состоятельная девушка. И вы ему даете 10 тысяч? Да, 10 тысяч. А вы говорили дату, когда он вам вернет? Да, он мне, естественно, говорит, что, допустим, через две недели, я верну, ты же понимаешь, я же сама себя обеспечиваю, сама живу, поэтому мне нужны эти деньги и желательно, чтобы ты их вернулась. Вот проходит эти две недели. Он обещал вернуть, но... Две недели прошли. Да, и он говорит все равно то, что, ой, я не заработала, у меня нет этой суммы, ну ладно, попозже, может быть, у него случились казусы, поэтому я все, да, 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 он еще давай, еще... Ирочка, я даже не задаю глупые вопросы, а делал ли он вам подарки? Константин любит подарки делать. Константин, да. Очень хороший. Он знает, что любят девушки. Раз он у вас попросил 10 тысяч, ну может быть, на этой своей новой машине у вас как-то с ветерком? Вот, в том-то и дело, допустим, когда он приезжал, он не приезжал на своей машине, он приезжал на такси, почему ты не берешь машину? Ой, нет, вопрос. Я буду колеса, типа, стачивать, да, обоспать. Пусть она дома стоит. Ничего, мы стачивали колеса и сточим ради такой девушки. А как он совсем-то исчез уже? А потом, как получилось, он начал мне реже звонить, реже появляться, и я поняла, что это здесь не так. Я начала общаться с его другом в социальных сетях, он говорит, Ир, мне кажется, что у него есть другая девушка. Потом он начал скидывать, тоже не отвечать на эти звонки. Ирина, короче, мне один штимп тоже должен, 17 тысяч долларов. Олег, обращайся к себе через телевизор, не отдашь, наживешь проблемы. В следующий раз фамилию твою назову и адрес, окей? Дорогая моя, так что мы все, в общем-то, попадаемся на эти удочки. А вот тот, который тоже исчез? Да, они что-то все исчезают, общаются, исчезают, не знаю, может... А все здесь чем? Не знаю, рачаруются во мне. Выведь к нему и летали в Канаду за собственный счет. Рассказывайте. А на самом деле там произошла ситуация с мамой. Ну, она мне звонила, я передавала привет, мы с ней общались на английском языке. Но потом она ему намекнула на то, что мне кажется, что Ирина, она только с тобой за канадского гражданства. Потому что очень много русских живут в Канаде, очень многие приезжают, и она подумала, что я... Ирус, но ведь процентов 90 в этом есть, правда, и не про вас. Но ведь многие девчонки хотят устроить свою жизнь за счет заморских женихов. А они ведь тоже люди, и у них одна единственная жизнь, им тоже хочется прожить в любви и уважении. Поэтому, ну, чего греха таить? Русских девчонок боятся. А вы жат, что девчонки русские уезжают? А вот что за нужда гнала самой-то к нему летать? Ну, у меня прям любовь, прям как ау. А это он хоть раз прилетел к вам? Нет, он ко мне не прилетал, он говорит, что очень проблематично сделать визу в Россию. Говорю, ну что же за бред такой? Я все время прилетала, в принципе, мне было достаточно, да, потому что я видела, мы с ним в разные страны летали. Да, это было очень красиво, даже очень прям... А потом вдруг раз он и отвечает вам, типа, нашел себе ровню. Да, ему мама, видимо, сказала, и он решил наше общение. Да ладно, послушайте, когда мужчина говорит, я тебя недостоин, мне мама не разрешает, поверьте мне, сто человек будет мужчину держать, если он хочет жениться, он на ней женится. Поверьте мне, это все отговорки для бедных. Ну, вы-то не будь дура, отомстили ему, когда узнали. Я просто специально для него, чтобы, если когда я не могу приехать к нему, чтобы он как-то не только смотрел на мои фотографии, вспоминал, ну и видео-видео. Я ему, да, сняла видеоклип, где я, там, в специальном красивом белишке такая вся. И, наверное, зажигала. Да, зажигала, красиво. Чтобы ему в такие вот зимние канадские ночи не было скучно. Да, и тепло вроде, да, посмотрите. Здесь самое оригинальное место на свете, мне кажется. А барышни увидела его, как вы думаете? Мне кажется, там барышни никакой нет. Он говорит, что канадские женщины, они все как холодные, то есть мы горячие, страстные. А канадские, он говорит, что они не симпатичные. Да, где-то стесняется немножко, да, потому что вот плечочки красные, я смотрю. Да? Чуть немножко. Ну, конечно. Ну, тоже, в принципе, значит, управляемые. Можно, да, вот, и я им манипулирую. И вот третья история, когда молодой человек вам сказал, что он вас не достоин. Ну да, это просто общались, летали, отдыхали, а потом через спустя месяцев восемь позвонили. Ну как, летали и отдыхали. Смотри, познакомилась, через два дня он говорит, а дай помахнем в туцию. Да, так в раз и махнули. Я так переживала, нервничала, как так, что с молодым человеком, я же с ним практически не знакома, думаю, ну чем, черт, не шут. Там незнакомлюсь, догадываю. Вот, не плетело. Да, он меня подкупал своими большими красивыми букетами. А в номере в одном жили? Да, конечно. Хорошо, а мамка где была в это время? Дома, дома, я сказала, что летит с подружками. Большим временем? Да, Влад, слушай, кому из нас 23 года мамой что-то могли запретить? Кстати, вы вместе живете? Нет, я живу отдельно, родители живут отдельно. Тем более, тем более, птичка моя. Ну хорошо, вот вы летаете, все любят стюардесс. Вы не любите, чтобы вас так называли, бортпроводница? Я люблю, пожалуйста. В бизнесе летаете? Да, птичка. И у вас там ведь женихов море. Не приглядело? Нет какой-нибудь пилотик? В основном нет, пилотов нет. А что еще много девушек красивых, и у них есть жёланы дети. Нет, пилотов не хочу. Они там, естественно, возраста уже достаточно большого. А пассажиры, я не могу знакомиться с пассажирами. И, Русь, а почему пилотов боитесь, что они типа гулящие? Ну да, просто ходит такой слушок, да, то, что они все... А слушок практикой подкрепляется? Вы же там, в полях, вы же должны это видеть. Лучше знаете. Ну, знаю, поэтому... Понятно. А ты часто сближался со стюардессами? Ну-ка, ответь на этот вопрос. Ни разу. Веречка, а вам зачем нужен мужчина, который вам ремонт сделает? Это что, тест такой? Знаете, как тяжело? Потому что вот я сейчас засела ремонт, и, значит, в магазине мне нужна помощь, допустим, чтобы тележки таскать. Они очень тяжелые, цемент, плитка, это всё. Мне нужно, чтобы из машины донесли, хотя бы помогли мне до четвертого этажа. Потому что в самой офисе это очень физически тяжело. И не всегда есть рядом люди, которые могут помочь, да, вот, попросить. А вообще мужчина должен уметь бить гвоздь, я думаю, всё. И ремонт, да, там гвоздь прибеден, да. Так я только что сделал ремонт, поэтому я всё в этом знаю. Хорошо, допустим, найдём сегодня рукастого. Ещё что? Пусть будет рукастый. Это неплохо, на самом деле. Ещё что? Требования нет таких особых сильных. Я даже не знаю. Нет, давайте. Нет, 23 года давайте уже определяться. Давайте, чтобы были требования. Настоящий мужчина должен быть. Ну, настоящий мужчина, миленький, это тогда какой? Нет, ну, надо, чтобы он, во-первых, работал, ну, не сидел дома. Ну, конечно, работают, обязательно. Во-вторых, он должен быть, как минимум, серьёзен к девушкам. А там уже посмотрим, как говоришь, воспитаем. То есть уже должен быть взрослый, нагулявшийся, да? Потому что ребята сегодня, в 23 года, ровесники не разбежались жениться. Да и незачем. Нет, на самом деле, большие изменения произошли вот за тот год, что я живу один в квартире. Ну, многое пересмотрел, я уверен. Ну, да. Это важно. Вот удивительная история. У нас очень часто мужчины жалуются на то, что женщины обрезают крылья мечте, не дают душе развернуться, не дают свободы, какого-то глотка. Ну, и так и есть часто бывает. Соглашусь. Но вот, Ирина, как раз обратный случай, это смесь рыбы и водолея в гороскопе, которые говорят, что человек действительно лёгкий. И любой мужчина, который попадается в жизнь, чувствует, что он либо должен вас как-то ограничивать, либо, если он серьёзно, начинает напрягаться от этой вашей лёгкости. И я понимаю, что гороскоп ваш, вот в этом смысле, как он есть, его не переделать. Вы должны найти просто верную меру, с одной стороны, серьёзного мужчину, а с другой стороны, ну, как-то придётся наступить на горло собственной песни. Ирина, честно, мужчины не любят лёгкую добычу. Не любят. Им в кайф подобиваться. Они с большей охотой уведут вас из семьи с тремя детьми, ну, чтобы вы не поехали в Турцию завтра, полетели. Понимаете? Ну, будьте немножко, ну, немножко женщиной. Дайте мужчине возможность попить копытом перед вами. Ириш, ну, ты девушка небогатая, красивая, поэтому берём мужчину солидного, страшненького. Почему страшненького? А как почему? Ну, чтобы красота была видна, чтобы ярко выраженная просто была эта. Ну, что, все смотрели, глядели, глянь, какая красотульчика идёт. Понимаешь, выделяться надо на фоне. Ну, и, конечно, наверное, нужно с хорошими возможностями. Возможности ты вряд ли увидишь. Ну, я постараюсь разглядеть. Так что, милая, слушай меня, не пропадёшь. Астрологически совершенно нет никаких ограничений с точки зрения возраста. Вы можете выбирать мужчину от 24 до 36. Он должен быть серьёзным, спокойным, стабильным, постоянным. Должен любить жизнь. Поэтому сегодня наших женихов надо ещё тестировать на то, любят ли они покушать, как они отдыхают, получают ли они удовольствие от самого процесса жизни. Потому что за мужчин в вашем гороскопе отвечает знак тельца. То есть должен быть гедонист. Ну, про меня писала, смотри. Вместе с тем, вы должны задать вопросы, почему вам всё время? Я думаю, да. И теперь ты поверишь в гороскопы? Возможно. Выбирая такого мужчину-гедониста, не рассчитывайте, что он вас, как девочку, всё время будет поддерживать. Будьте тоже серьёзнее, взрослее, не бойтесь набрать лет, вам это не грозит. Ириночка, я нахожу ваш характер чудесным, что большая редкость. Вы не акула, не пираньюшка. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вы с таким расчётом искали мужчину. Всё-таки оставьте себе большое место для любви, для чувств. Иначе предадите себя, потеряете себя, а новую не создадите, и не возродитесь, и не найдёте. И это будет большой бедой для вас. Поэтому ищите схожего по характеру, который бы, ну, в общем-то, по-мужски был бы серьёзен, но на многие вещи смотрел бы так же легко, как и вы. И удачи вам, дорогая. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Ирина. Идите и знакомьтесь с первым женцем. Спасибо. Ну, здравствуй, Ирина. Здравствуйте. Вот от меня подарочек. Вот этот вот кактус. Ассоциация у меня, как это мужчина. Как-то со мной. Айду со мной. Это мужчина, да, это чувства мужские. Понимаешь, его нужно поливать, чтобы он не колос, потом вырос большой, и, может быть, даже цветочек на нём вырастет. Да? Большое спасибо. Спасибо. Всё зависит от тебя. Спасибо, проходите. Он ниже её роста. Мне девушки нельзя кактус дарить. Почему нельзя? Ну как? Как? Ну как цветы дарить? Здравствуйте, Александр. С кем вы? Здравствуйте. Это Люсия. Моя подруга. Это Ринат Инфернов. Очень приятно. Моя коллега и подруга. Очень приятно. Подруга. Друга. Давайте на вас посмотрим. Александр, 33 года. Инструктор по фитнесу. Танцор шоу-программ развлекательного жанра. Гордится своими многочисленными наградами в спорте. Мечтает проводить с сыном больше времени вместе. Предупреждает, что девушка должна принять тот факт, что он является объектом вожделения для многих женщин. Жена считала, что Александр ей не ровня и подала на развод. Надеется, что Ирина не зациклена на деньгах. Вот так вот, девочки. Перед вами объект вожделения. Держите себя в руке, ладно? Слушайте, а что, она голубых кровей, что ли, ваша бывшая была? Вот вы себе живете, живете, и вдруг она однажды говорит, там, дельфин и русалка, не пара, не пара. Почему, вдруг, почему? Когда живешь вместе, и вмешиваются родители в свою жизнь. Да. А что от вас хотели? Может, мало времени уделяли, дейки не приносили, ребенком не занимались? Ну, наоборот. Ну, вообще, когда мужчины приносят деньги, они, естественно, меньше внимания уделяют своей семье. Конечно, он денег не приносил, у него не было времени, он в это время занимался своей фигурой. Саша, давайте так честно, когда вас вдруг, так сказать, грубо говоря, вштырило, что нужно заниматься собой, зарабатывать деньги вот своей красотой? Ну, я всегда вообще этим занимался. Ну, после того, как вы поженились и родили ребенка? Да, я когда женился, я занимался другим там. На фирме работал хороший, зарабатывал. И вот представляете, вот она, родящая, кормящая мать, уже и с фигурой проблемы, и не высыпается, и вдруг такой красавец перед ней, новый, выходил замуж за одного, а тут проявился другой. Вы ведь и дома позволяли себе заниматься, да? Вот, так сказать, своей фигурой. Дома мне говорили, что я вообще нарцисс, это никак не приветствовалось. Но все-таки свое тело люблю больше, чем девушек. Я думаю, что да, он свое тело будет любить больше, чем девушку. А как вы считаете, что мужчина, который ходит по девичникам, трясет вот таким красивым торсом, вот он разве может быть хорошим мужем или мужчиной, на который можно положиться? Нет, ну, есть же какие-то примеры. И я считаю, что есть работа, а есть семья, и нужно в семье договориться. Ну, либо договориться, что супруг меняет работу, потому что для кого-то это, правда, может быть неприемлемо. А вы готовы поменять-то? Нет, она же не выходила замуж за доктора наук, а потом вдруг он стал танцовщиком, правильно? Почему? Она бы так буквально и была. Ну, вот сидит перед вами такой прекрасный Александр. Вас смущает что-то в его профессии, в его взглядах на жизнь, например? Ой, даже не знаю. Ну, что вы не знаете? Не знаю. А вы еще молодая ходить по клубам, где взрослые дамы состоятельно покупают себе молодых и красивых? Но я думаю, что Александр не работает в таком клубе. Он просто танцует, я надеюсь. Нет, он на дом выезжает. Зачем ходить? Денисники. Выезжаете на дом? Вы девичники. Мы делаем шоу розыгрыша. А еще он и на дом выезжает? Нет. Выездной кактус. Александр, вы хотите, чтобы сын был на вас похож? Это здорово. А что вам в себе нравится? Какие черты вы хотите, чтобы сын вашим ослабил обязательно? Естественно, мужские черты. Ну, и вы говорите о внешности? Да, он у меня сейчас, ну как о характере. Извините, внешность это как бы с характером взаимосвязано. А в характере что в вашем особенном? Трудолюбие. Трудолюбие прекрасное. Можно по человеку сказать, как он дисциплинирован по его фигуре. Потому что физкультура это физическая культура. Вы без дурных привычек, судя по всему, не пьете, не курите. Ну, стараюсь, да. Что уже немаловажно. А принимаете эти химикаты? Нет, не принимаем. Ну ладно, рассказывайте. Я была. Нет, не принимаем. А что, уже все рассталось? Коктейльчик. А почему? Ну вот, сидит экземпляр молодой. Коктейльчики все употребляют. Причем и в клубах. Не делаю подарков. Самый дорогой подарок это я. Ага. Ну, в общем-то. В комплексах просто себя закопало. Потому что каждый раз, когда приходит тебе в гости, смотрит сначала в киркало. Ну? Ну и уходит. Потому что не соответствуешь. Вон, сделала, всего нарастила, поотрезала и все это. И все равно? И все равно не работает. Простите, можно вопрос? А у кого комплекс-то? У него или его? У меня, конечно, с собой. У меня. Так надо себя, значит, воспитывать. Ну, правильно. Уж чешу нарастила, только у нас осталось губы еще накачать. А зачем губы? А вы мне нравитесь, Александр. Мне тоже нравится. Вы тоже имеете характер. То, что я и желала Ирине. Легкий, я так думаю. Деток хотите еще? Я, ну, конечно. Будьте настаивать, чтобы Ирина ушла из стены. Куда в декретный отпуск? Нет. Чтобы она перестала летать. Не будете ревновать? Ну, надо разобраться вообще, что там, график работы. Как мы жить сможем. Да? Ну, хорошо. Не сможем. Нет, они не смогут вместе жить, потому что она будет постоянно в отъезде. Девушка должна... А он будет в фитнес-зале будет постоянно. Он будет по клубам. Девушка должна быть и жена дома. Я так считаю. Я знаю, что вам нужно подготовиться для сюрприза. Да, мне нужно подготовиться. Ну, идите, готовьтесь, а мы пока поболтаем. Улыбка неотразимая. Он очень самовызвеленный. Екатерина, у меня вопрос. Да. Ты часто в программах говоришь о значении... Вот когда подарки дарят, особенно цветы. Вот когда кактус дарят, это что? Есть какая-то символика? Ну, вообще, кактус – это сатурническое растение, которое растет в пустынях, и оно символизирует и недостаток чувств, но одновременно стойкость. Вообще, кактус – это символ того, что человек может терпеть, работать долго. Значит, можем воспринимать это как, типа, девочка, готовься. Ну, я тебе о чем и говорила. Изначально. Вот, видишь, оказывается, а мы со стороны гороскопа-то это другое. Стоять, 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 милиция! Стоять, руки, 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 показали все, руки! Подготовить сюрприз девушке-то? Супер-сюрприз. Так, что? Девочь! Ручки подними! Ручки! Ножки шире! Шире ножки! Еще! Еще ножки! Ножки шире! Ножку! Отлично! Все, ее взяли в заложники. Так они ее сейчас еще обыскивать будут, посмотри. Ну, это специально. Проверяет сюрприз. Посмотреть. Оружи на пол, руки за пол, всем лежать! Всем лежать! Оригинально выгладываете. Ну, похоже, это только начало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, парни, все, раз разделись, значит, уже в комнату проходим. Садись, садись, садись. Слушай, ну, у меня трагедия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще молодцы. Пормал? Просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, бывает, бывает. Мне кажется, он очаровательный, с ним весело провести время, но взгляды на будущее я так и не поняла, то есть, что он вообще видит, как он себя видит, как он видит себя с Ириной, допустим, что у них вообще случится. Ну, на данной стадии, мне кажется, Ирина подошел такой молодой человек. Он как раз-таки, он вроде лежит, в то же время весел. Он такой сырец, но правильный, правильно заквашен. А там, как женщина скажет, так и будет, возраст-то какой. Просто он один, ему для кого сейчас корячится-то? И плитку точно поднимет на четвертый этаж. О, самое главное, что сильный, да. Ир, ничего он вам не понесет, ни на какой этаж, да. И не мечтайте о забивании гвоздей. Скорее всего, это не в его формате, он имеется в виду, что это может повредить или потянуть что-нибудь. Вот, Русска, тебе не повезло, и ты теперь всех ничего не будешь отговаривать. Русска, слушай, ну в 33 года мужчина должен все-таки, ну как минимум, не на себя в зеркало смотреть, знаете, как он с собой любуется, а на женщину свою смотреть. Она вообще никогда в жизни не дождется, что она умница, красавица, и вот тот внутренний мир, про который здесь отриндят. Ну может, кому-то нравится, может, уфимки нравятся такие. Ну может быть, нет, я просто рассказываю, как оно будет. А вы все листы что расскажете? Знаешь, Ларис, я обычно говорю от себя, но вот сейчас, поскольку очень показательно, позволю себе зачитать слова классика астрологии 17 века Вильяма Лиле. Буквально про него, вот этот человек этого типа. Человек уравновешенный, со спокойными манерами, нежный, бесхитростный, непостоянный, всецело заботящийся о текущем времени, боязливый, расточительный, любящий покой, жизнь свободную от повседневных забот. Он сам это подтвердил. Меня интересует сегодняшний день. Живи сейчас, что будет потом? Горись у синим пламенем. Счастливый человек. Наверное, да, Ларис, но вопрос, будет ли женщина счастлива рядом с таким мужчиной? Ну, если бы ты был бы такой непостоянный, то ты бы ничего не добился в жизни. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся у нас в студии Ирина. Идите, встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Меня зовут Константин. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча наша будет не последняя. Спасибо. Пойдемте знакомиться. Спасибо. Давай посмотрим, как себя будет вести что-то. Да? И подарил цветы. Ну, молодец. Здравствуйте. Хотели бы вам преподнести подарок. Спасибо. Это ваш личный садик. А желтые розы для того, чтобы нас больше никогда-никогда не видят? Второй смысл есть еще у них. Есть второй смысл. К богатству. А к богатству? Какая прелесть. Всем, всем, всем решил подарить. О, очаровава. Красава. Узбекские такие, да? Бабайка. Ну, мы выходцы из Узбекистана. Вы из Узбекистана? Да, мы из Узбекистана, из города Ташкента. Ой, какие пилоты. Прожили всю жизнь свою сознательную Ташкента. А у меня такая информация, что из Тюмени. В Тюмени он живет сейчас. Ну, давай, за вас посмотрим, узнаем вас получше. Константин, 28 лет. Пилот гражданской авиации. Гордится тем, что исполнил свою заветную мечту. Мечтает обзавестись собственным самолетом. Предупреждает, никогда не женится на стюардессе. Считает, что женщина не должна витать в облаках, а быть хорошей хозяйкой в доме. Константин прощал своей невесте все. Склочный характер и связь с другим мужчиной, но она все равно от него ушла. Надеется, что Ирина не разобьет его сердце. Даже не знаю, с чего начать. Почему бороться за сердце и руку стюардессы? Ну, будем надеяться, что... Она откажется от профессии. А вы исполнили свою мечту. Я знаю, что вы шести лет мечтали, да, стать летчиком? Да, шести лет. Была мечта детства у меня такая. А чем же вам так насорили-то девчонки? Ну, просто если в семье будет два человека, которые будут летать, ну... А, ну только поэтому. Ну, да. Вот это прям судьба. Ребята встретились на этой программе. Один пилот, другая стюардесса, но их ничто не может больше склеить. Расскажите, у вас была любовь. И все это вы ей прощали. А она все равно от вас ушла. Вот про эту историю. Ну, да, было, встречались вот с девушкой, потом жить вместе с ней начали. Ну, вы знали, что у нее есть мужчина, который ее содержит. Ну, потом, когда она мне уже об этом рассказала, ну, уже было поздно, уже влюбился. Да, потому что переводы она получала. Он жил за границей. Да, жил за границей. А она ездила к нему или он, может быть, приезжал? Ну, пока мы с ней были вместе, нет. Я, кстати, не совсем поверила в эту историю, потому что, ну, если она с ним не встречалась, с этим мужчиной. Это нужно быть какой душевной и вообще щедростью, чтобы посылать деньги не любовнице. Что-то в этом не так. Ну, сначала она была ей любовницей, как потом выяснилось. Ну, а потом, что он стал ей благодарен за прошлое. А потом уже он просто тоже, мне кажется, к ней привык, как мужчина. Она вам сама об этом рассказала? Да, она потом сама рассказала, сказала, что я уже не могу скрывать, я тебе хочу рассказать. Ну, совестливой, значит, ее тяготили, эти отношения. Ну, да. Ну, так а вы бы ей ответили, но это было в прошлом, дорогая моя, теперь я тебе сам всю дам, не стоит тебе это. Ну, было такое, было. А, нашлось? Она не смогла. Потом мы, это, мы жили в Ташкенте тогда, потом мне нужно переезжать было в Тюмень. И она, просто мы приехали, потом туда. В Тюмень она поехала за нами? Мы купили квартиру здесь, Костя. Мы приехали вместе покупать квартиру? Нет, зачем, сам я. А, ну, по себе. Я помогала своему брату только лишь в том, чтобы купить ему квартиру. Эта девушка поехала вместе с нами. Да, конечно. А вы вообще так по жизни, да, с братом? Мы очень близки. Очень. Странно, что сестра так за него борется и все высказывает за него. А стоило ли вам влезать в отношения? Ну, вы знаете, я как бы хочу, чтобы у моего брата была полноценная, досойная семья. А у вас в самой жизни устроена? Ну, я бы сказала, что да. Вы замужем? Да. А дети есть? Есть, у меня есть сын. Костя, вас не тяготит вот такая любовь и забота сестры? Ну, когда она переходит в какие-то рамки. А переходит? Естественно, ну, бывает иногда. Иногда бывает. Он меня осаждает. И, конечно же, я понимаю, что я должна делать. Я должна просто промолчать. А вот чего вы не должны делать в отношениях с братом? Чего я не должна? Все-таки, наверное, я не должна выбирать ему невесту. Он должен это сделать сам. Сомневаюсь, что вот эта девчонка поедет в Тюмень. Ну, да, по-любому. Он бы еще в Бобруиску позвал. А не видите это препятствие, что девушка московская, а вы из Тюмени? Ну, если как бы ёкнула у девушки, то может и переехать. Костя, а вы живете один в этой квартире или с сестрой? Один. Нет, один. Я живу отдельно. А вас ёкает часто? Или не часто? Нет, не совсем. Но если ёкнет, то... А может, Москву? А ну ёкнет. Может быть, Москву. Этот вариант рассматривается вполне. Москва, аж она резиновая. И для нас места хватит. Причем здесь улыбки, Лена? Да, вот я тоже сижу, и хочется жениха послушаться. Получается, как будто программа о его сестре. А так вы же, извините, замуж выходите за неё тоже. Да. А вы подруга, да? Весь на этой семье, весь на самом деле. Вы что думаете? Она что, саму странишь? Вы все лучше должны со мной построить. Сейчас вы пришли выбирать жениха. А вы считаете, Лена, что должна жена будущая Константина с вами отношения построить? И с моими родителями, конечно, а как мы же будем вместе все жить? У нас просто на Востоке, как бы мы всё равно переняли тот менталитет, в котором мы живём. И там вот чувство семьи, оно очень сильно развито. Ирина, а вы как относитесь вот к таким плотным отношениям? Ну, это всё хорошо, здорово, но не знаю. Ну, понятно, что вы московская штучка, и вы себе можете позволить больше, чем девушка, которая приехала из Ташкента устраивать жизнь в Москве. Вы живёте же с родителями сейчас? Я живу отдельно, у меня отдельная квартира. Переезжать я точно никуда не собираю, потому что здесь семья, здесь родители, друзья, работа, всё-всё-всё. Реально? Вообще не конкуренты. Покажите, пожалуйста, кирпич. Мне поможет всё самое в этом. Пожалуйста. Так как я всю жизнь прожил на Востоке, я бы хотел подарить тебе наряд восточной девушке. Ну как, я здесь ещё... Константин, это подарок? Это подарок. Но он необыкновенный. У меня, кстати, красиво. Нет, красиво, конечно. Красиво. Но мне кажется, это не для неё. Моя сестра хотела бы научить вас восточным танцем. Угу, очень приятно. Давайте попробуем. Так. 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 О. Субтитры создавал DimaTorzok Огромное спасибо! Потрясающе! Спасибо! Проходите в свою комнату Ирочка, а вы к нам? Ну как? Я так волновалась Все опять на меня Опять я виновата во всем Все отлично, ребята Все, супер Вы знаете, что я вам хочу сказать? Это праздничный наряд узбекский Он стоит безумных денег Баснословно Ручная работа Это очень дорогой подарок Какой молодец Молодец И уважил всех, и цветы Вот такая восточная щедрость Мне нравятся люди, которые ассимилируются И берут лучшее Правда? Да, я очень Это самое лучшее Менталитет Восток Дело тонкое Дело тонкое Вам понравился? Очень понравился молодой человек Просто приятные впечатления И... Ну, только единственное, что сестра немножко напрягала Ну, прям Чего там сестра может Вот на пугай Кому есть, что бояться Тебе бояться Вот именно А нам бояться А кому нечего бояться Чего бояться? Ну да Везде свои слова Везде она Везде она Мне кажется, она глава семьи Да И Ирине будет тяжело Если не найдет общего языка Будет тяжело Да А если найдет То тяжело не будет У нее будет, так сказать Сообщница В хорошем смысле слова Ага Но то, что вы должны Много энергии потратить Чтобы на нее произвести впечатление Это точно Роза, а тебе? Жених очень хороший Не для вас Это однозначно Да А жена должна быть совершенно другая Вот такая восточная Как невестка Как заловка На нее похожа Вы не вытерпите И зачем? Вы хорошая девчонка, Ирина Но Вы со своими московскими Штучками-дрючками Самоощущением Со своей свободой Просто не войдете В их семью Потому что на вас Один раз цикнут Вы скажете Да сейчас Прям для тебя цвела Ага Развернетесь и уедете А ему нужна Он же озвучил Жена декабриста Которая будет много терпеть Вы терпеть Навряд ли сможете Я думаю, что Константин Сам не знает, чего он хочет Нет, ты знаешь, чего ты хочешь Абсолютно У тебя есть Задатки Я не согласна Абсолютно Это восходящий Сатурн В соединении с Марсом Скорпионе Но при этом В нем самом Внутри больше свободы Чем он позволяет себе показывать То есть он свою свободу Любивую натуру Постоянно обуздывал С детства Ну и надо сказать Видимо, семья тоже к этому Как-то прикладывала руку У меня Елена Ее позиция вызвала уважение Но она действительно влиятельный фактор Сбрасывать ее со счетов не приходится Но позиция четкая Совсем скоро невесте предстоит Третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите Давай поженимся И я предлагаю Ирине встретиться С третьим жеником Проходите Здравствуйте Привет Мне очень понравилась Твоя очаровательная улыбка Она очень добрая И красивая Спасибо Буду рада знакомству Проходите Здравствуйте С кем вы? Это мои друзья Антон и Игорь Очень приятно Ну, чтобы узнать о вас лучше Давайте посмотрим Алексей 26 лет Владелец компании По продаже СПА-оборудования Гордится тем Что может позволить себе Отдыхать Семь раз в год Считает себя Неисправимым эгоистом Предупреждает Что может изменить Но будет стараться Держать себя в руках Алексей Два года Жил с девушкой Но не был готов На ней жениться Надеется, что Ирина Не потащит его Сразу в ЗАГС Ой, Роза Это тебе бальзам Поэтому начинаешь Богатейший человек Семь раз в год Отдыхает Ты можешь себе позволить? Нет такого? У него ни шиша нет И он автостопом Да, так и есть Ну, рассказывайте Ну, я очень люблю Отдыхать на самом деле То есть Сейчас Вы владелец Этой компании, да? Ну, это Как одно из Средств Получения дохода Есть и другие Роза, что сюда прям Как ты пригласила Твоя любимая Борис У нас вот, знаешь Как говорится Я насторожена стала Все приходят Тут про свое богатство Рассказывают А потом Раз И богатства-то Нет никакого Ну, если честно Я, ну, не очень люблю Как бы вот Хвалиться А сколько у вас Сотрудников Вашей фирмы Работает? Немного Меньше 10 5 человек Меньше Ну, вот Богатство-это Когда компания Больше 100 человек Как минимум Не, ну Ну, понятно Что Можно 7 раз А вы, кстати, 7 раз В год 7 дней в год Или 7 дней в неделю Отдыхаете? Ну, вообще Я стараюсь отдыхать Как можно больше И, скажем так Вот В мае я 3 недели В Египте отдыхал Рис, знаешь А потом В июле Снова в Египте был Ну, вот видишь Объясню, почему в Египте Потому что я занимаюсь Виндсерфингом И мне очень нравится А может, в Мальдивах Нет этого, да Или где-нибудь Там это Нет, Рос Серферы Это отдельные люди Специальные Они знают свои места У них свой сезон Поэтому Да-да-да В Египте Прям так и поверили Там, кстати Самые шикарные места Самые лучшие ветра в мире Ну и плюс Вот сейчас я вернулся из Испании Я был в Барселоне В Мадриде Мне кажется, мужчина Должен работать А не отдыхать А не отдыхать А не отдыхать Вы-то как-то задумываетесь О будущем? Естественно Естественно Хочу я не работать вообще Ну, то есть Чтобы бизнес был отлажен Послушайте, у нас Если не работать С ума сойдешь от скуки Нет Вот именно То, что Чтобы быть независимым В плане финансовом То, что тебе нужно утром встать Именно вот в 9 утра Там, пойти на работу Делать те вещи Алексей, это то, что не дает нам освинеть Нет Вот этот самый режим Встать в 9 утра Или в 7 часов утра Пойти на службу Это хорошо на самом деле Не гоже вам, 26-летнему мальчишке Уже думать о том Чтобы в дальнейшем не работать Ну, где вы так успели Надо рваться А вообще, с точки зрения мотива работать Все люди, ну, более-менее Желающие зарабатывать Делятся ровно на два типа Первые хотят больше получать Вторые хотят меньше работать И вот на самом деле Те, которые хотят меньше работать Иметь хотя бы какой-то пассивный доход Это люди, ну, как показывают практики Не очень продуктивные Не очень везучие Ну, потому что не бывает бизнесов Где ты мог бы уйти И оставить все на своих партнерах Очень зря Я вот недавно прочитал книжку Как работать по 4 часа в неделю А, ну, понятно Мы тоже так хотим И я, и режиссер, и мой продюсер Мы все, в принципе, хотим так же Но жизнь показывает, что работать нужно много И Господь все любит людей, которые вкалывают Ну, это стереотипы Нет, везет тому, кто везет, понимаете Вот везешь, и поэтому у тебя все будет зашибись О том, чтобы не работать, он думает Я думаю, должен После 50 лет Люди в 60 лет, когда с работы уходят, плачут Давайте про любовь Давайте Алексей, правильно я понимаю, что была девушка Вы ее любили, но что-то в ней не доставало Вот как и в случае с Ириночкой И вроде вам было с ней хорошо Но понимали, что не жена, не спутница Нет, вот такого не было А что было? Я, в принципе, понимал, что да, жена и спутница Просто морально внутри себя Я был не готов сделать этот поступок Потому что для меня поступок Жениться, он достаточно важен Я люблю в жизни Ну, важные решения Принимать один раз Он много говорит я, по-моему, да? Ну, он эгоист Эгоист, эгоист Ой, я пока не вижу ничего, чтобы у вас А вот вы хотите, Алексей, чтобы Причем это такое категоричное требование Чтобы ваша девушка занималась Занималась серфингом И виндсерфингом Это что такое? Я играла мастера спорта международного класса по виндсерфингу И что? Ну и что? Очень тяжело А что это такое? Доска с парусом Просто, скажем так Если мы поедем вместе отдыхать Я не люблю вот такой вот отдых, чтобы лечь и лежать Ну, я через два часа Через два дня Она еще ходить может По пляжу Ну и ходить то же самое С ума можно Ирина, а вам интересно вот что-то новое? Конечно, я бы это больше не попробовал Кто-то инструктор будет в лице? Бесплатно Вот хотя бы, чтобы девушка У нее был интерес, да, научиться этому Потому что есть девушки А зачем? Которые там лягут, вот так смотрят на тебя Иди катайся А ей-то зачем? Как зачем? Как зачем? А синяки на бедре А упасть на морского ежа Ты знаешь, что это происходит? Это ощущение Это адреналин Это жизнь Это жизнь Да, если вдруг, не дай бог Ну, это можно же и полымать и подскользнуться Хорошо, покажите сюрприз Я хочу тебя пригласить на танец О-о-о Но такой немножко нестандартный На виндсерфинге? Нет? Нет Так О-о-о Нестандартный? Я боюсь уже Если мужчина в форме Все, что мы умеем Танцевать Нынче мужчина умеет только танцевать Так А кто себе? Вот это Вот это Еще один пришел Покажать Спасибо Спасибо Спасибо, парни Вы нас повеселили Проходите в свою комнату Ой, обычно так танцуют парни В сельских клубах Накатят Стакан Немного в колбасе Я поясниться хотел В принципе Что? Отлично провел время, я считаю Ну, то есть Это Это выражение Так себя так или иначе Ой, смешной Мне кажется, что Алексей Перезажигал Ирину Она как-то так Блинненько смотрела Смешной Смешной Мой парень Конечно, никакой не муж Это я вам хочу сказать Какого бы мнения У вас там не сложилось Себя любит Ну, что за сюрприз? Ну, что за сюрприз? Поприжимался К вам поприжимался А потом сам себе В удовольствии Позажигал Сюрприз-то где? Что он вам-то подарил? Для вас что сделал? Всегда так будет Всегда только Мне кажется Будет идти на поводу Своих страстей Сегодня мой Сёрфинг Завтра Мелодикламация Потом курсы Актерского мастерства Мастерства Тоже Потому что москвич Потому что всё хорошо Выживать не надо Понимаете? Имеет возможность Ну, не знаю Я их смутила То, что вот это вот Отношение к жизни Но я не считаю Что я должен был сказать Всё, я теперь с девяти до шести Буду каждый день До пятидесяти лет Ходить на работу А вы что увидели, девчонки? С ним только весело Привести время И всё Ну, как бы да Всё огонь Но ещё не созрел Да Ирина Ну, такой активный Вроде бы Не знаю Посмотрим Я думаю, это понравилось Мне тоже так кажется Роза Меня тоже в Алексея Ничего не смущает Образование неплохое Ну, владелец Не владелец Но всё равно опыт какой-то есть Единственное, что Ждать придётся Четыре года Ну, после тридцатинга Все успокаиваются Как правило Ну, вам будет двадцать семь Понимаете? И не факт, что женится Потому что в таком возрасте Уже берут помоложе Вот стоит ли так рисковать? Василиса Мне кажется, мужчины Которые заточены Исключительно на удовольствие И на жизнь для себя Жить, расслабляться В кайф С возрастом не проходят Я очень часто сталкиваюсь с этим Именно на опыте мужчин-клиента И когда оказывается рядом женщина Мужчиной такого типа Заканчивается тем, что он как раз И дальше продолжает Стараться работать как можно меньше И выезжать за её счёт Невольно Он, конечно, не просит у неё денег взаймы Но она сама пытается тащить семью Пытается делать лучшую жизнь А он улыбается Потому что там появляются дети И совершенно верно И живёт приятно И живёт прекрасно Неправильно Я бы сказал, что это неприемлемо Это неправильно Вот пока он не поменяется сам А это произойдёт не раньше Тридцати-тридцати двух лет Вот до этого его рассматривать Как супруга невозможно Девчонки Кто из женихов понравился больше всех? Кому будете рекомендовать подружке? Ну, вы знаете, в принципе, все трое достойные Но мне кажется, более серьёзной на данный момент Константин из второй комнаты Спасибо Что вы скажете? Я соглашусь с Голей Мне очень понравилось с Константином Потому что я считаю, что серьёзно Если отношения рассматривать, то только с ним Константин, ну как тебе невеста понравилась? Нет, не очень Внешне, конечно, она симпатичная девушка Но по внутреннему, я думаю, что она мне не подходит Точно тебе не подходит? Не из-за меня? Нет Не из-за моего мнения Ирочка Понятно, что вы не голодная Никуда вы не спешите Не бежите, потому что 23 года Вот с точки зрения, кого полюбить и кого кормить Ну, Александр не худший экземпляр, собственно говоря Ещё в дополнение, пускай помалкивает, когда надо Я за Александра Если вдруг она выберет и зайдёт, твое решение Я думаю, что извинись перед ней Звёзды и Александр и Алексей ищут себе в жёны женщину типа мать Которая бы их не трудила, давала бы им отдыхать, не слишком напрягала Именно поэтому я вам советую Константина Потому что только он не ищет женщине, вот этой заботой о себе не ищет няньки А ищет ту женщину, которая сам, может быть, стал бы нянькой своеобразной Ты выйдешь за ней? Нет, наверное, всё-таки не выйду Слушайте себя Вы знаете, куда вам пойти Проходите, мы вас поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки Никита, 21 год, номер 2129 Специалист в области истории корейского и английского языков Любит проводить время с друзьями, ездить на рыбалку и играть в бильярд Хочет познакомиться с воспитанной и образованной девушкой от 18 до 27 лет Наталья, 31 год, номер 2130 Главный специалист коммерческой компании Катается на лыжах, коньках, любит читать, слушать музыку Готова создать семью с волевым, добрым, харизматичным мужчиной до 35 лет Мы не знаем, выйдет Ирина одна или с избранником Я приглашаю всех выйти и поддержать ее АПЛОДИСМЕНТЫ Эй, привет! Ну, что? Я очень рад, что ты пришла ко мне Я думаю, что у нас получится хорошо Показать все Окей Пойдем Сегодня у нас есть пара Ирина и Алексей Вы нашли друг друга это счастье А конфеты, степы от конфеты фабрики «Славянка» помогут сделать счастливые моменты еще слаще «Славянка» несет радость людям Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4-4-4-ки Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, поженимся Спасибо У меня родился ребенок, но во время уже беременности начались его, мягко говоря, загубы Мне была рассказана правда о том, что ребенок был немой Вот мы дур-то набиты Нет, не мы, не надо обобщать Она не устояла на ногах, к сожалению, потому что была пьяна Не нужно быть для всех хорошим Я игрок, и это хорошо Я пришел и Дэд Нима Придманула, белила О-о-о-о-о-о-о-о, давай поженимся Субтитры сделал DimaTorzok